Всем привет! У меня сломалась карта памяти, которая была на 64 гигабайта. Попросту сдохла. Как я уже сказал, она была на 64 гигабайта формата microSD фирмы Silicon Power. Вот, кстати, она. Точную маркировку модели я не помню. Она шла в комплекте с адаптером microSD. Я её вот здесь положу, чтобы она тоже виднелась. Проработала она у меня что-то около двух лет. Плюс-минус, может быть, три, точно не помню. Сейчас в итоге она на компьютере определяется, но ничего с ней сделать нельзя, чтобы я не пытался. Пытался и форматировать различными программами, и низкоуровневое форматирование делал с помощью командной строки, делал форматирование инструментами Windows и так далее. Даже с помощью фотика пытался форматнуть, но все мои попытки были безрезультатными. В итоге я решил не париться и заказать себе новую карту памяти. Покопавшись в том, что сейчас есть на рынке, я нашёл, как мне показалось, просто идеальный вариант. Я заказал карту памяти, тоже формата microSD, на 128 гигабайт, всего за 325 гривен. С просто потрясающими скоростными характеристиками. Это карта памяти APACER или APACER. И даже не просто microSD, а microSDXC UHS-1 класс 10. Особо не разбираюсь в этих маркировках, но, судя по характеристикам, должна быть очень крутой. Я уже когда-то делал обзор флешки от APACER на 16 гигабайт. И скорость записи была, ну, просто, мягко говоря, не очень. Около 5 мегабайт в секунду. И, кстати, на старой моей карте памяти такая же фигня. Скорость записи была до 5 мегабайт, и это максимум. Здесь же вы только вдумайтесь, скорость записи заявлена до 80 мегабайт в секунду. А скорость чтения до 85 мегабайт. То есть это в 16 раз выше, чем на флешке карте памяти, которые у меня были. Чуть позже я проверю это на практике. А пока давайте рассмотрим, как она упакована и что указано на упаковке. Карта памяти идет вот в такой упаковочке, похожей на упаковку от флешки. В комплекте идет адаптер, чтобы можно было использовать его в устройствах, типах от аппарата, ноутбуках и, возможно, других. Сама карта памяти вот. Ну и, соответственно, вот это адаптер. На коробке указано, что на данную карту памяти можно записывать Full HD видео. Хотя я записывал Full HD с легкостью. И на карту памяти вот эту, на которой скорость записи всего до 5 мегабайт в секунду. И если на эту можно было записать Full HD видео с моим фотиком, то, соответственно, 4К, я думаю, легко можно будет и на эту карту памяти записать. Но смотря у кого какие устройства и с каким битрейтом они пишут видео. Если, конечно, у вас видео записывается с битрейтом 100 мегабайт в секунду, то на данную карту памяти, конечно, не сможет полноценно записаться такое видео. Но я думаю, что у большинства все-таки битрейт меньше, чем 80 мегабайт в секунду. А, соответственно, я думаю, что на такую карту памяти 4К тоже должно отлично записываться и читаться. Также здесь на упаковке указано, что скорость до 85 мегабайт в секунду. Есть защита от влаги, защита от магнитного излучения, защита от воздействия температуры и даже защита от радиации. Вот это круто. На обратной стороне здесь указано одно предложение на многих языках. И это предложение о том, что данная карта флеш-памяти предназначена для хранения музыки, фотографий и видеофайлов. Как я уже сказал, данную карту памяти я купил по акции за 325 гривен. У меня, кстати, даже есть чек за покупку. Вот он этот чек, если здесь видно, что стоимость составила 325 гривен. Сейчас же эта карта памяти стоит в интернет-магазине 393 гривны. Еще вчера она была около 410 гривен. Купил я эту карту памяти, потому что заявленные скоростные характеристики отличные. Цена по акции сравнительно невысокая. И брать 64 гибайта просто нецелесообразно, потому что разница была бы всего около 100 гривен. Ну и плюс гарантия 5 лет. Вот сайт, где я покупал свою карту памяти. Как я и сказал, цена сейчас стоит 393 гривны. Гарантия на нее 5 лет. И здесь прямо на сайте указано, что скорость чтения 85 мегабайт в секунду. Блистаем ниже. Здесь также указана скорость записи 80 мегабайт в секунду. Больше никакой информации здесь нет. Сейчас перейду на сайт производителя и посмотрю, что же там указано относительно данной карты памяти. Выходя за пределы, скорость чтения 85 мегабайт в секунду. Потрясающая производительность обеспечивает более быструю скорость отклика и сокращает время ожидания при открытии файла. Это круто. Улучшение многозадачности. При активации нескольких приложений и виджетов для многозадачности высокая производительность по-прежнему гарантируется. Супер. Богатый выбор развлечений. Поддержка Full HD, 1080p и 3D видеозаписи мобильных устройств позволит запечатлеть каждый счастливый момент. Премиум стандарт, сверхвысокая скорость SD 3.0, UHS-1. Данный стандарт нового поколения определенной ассоциации SD, UHS-1, Ultra High Speed, обеспечивает высочайшую производительность. Максимальная скорость чтения карты. Здесь указано R85, то есть 85 мегабайт в секунду. Класс скорости UHS. Минимальная гарантированная скорость записи при использовании с устройствами, поддерживающими интерфейс UHS-1. UHS-1 означает, что карта поддерживается интерфейсом UHS-1. Ну и класс скорости 10, это минимальная гарантированная скорость записи при использовании с устройством, которое не поддерживает интерфейс UHS-1. То есть это означает, что если ваше устройство, в котором будет эта карта памяти, поддерживает стандарт UHS-1, то скорость записи будет до 80 мегабайт в секунду. А если не поддерживает, тогда минимальная скорость будет от 10 мегабайт в секунду. Дальше здесь есть табличка по стандартам. Видите, у меня вот этот вот стандарт UHS-Speed класс 1. 10 мегабайт в секунду на данную карту памяти отлично будет записываться в Full HD видео. А 4К видео полноценно будет записываться на стандарт UHS-Speed класс 3. Ультравысокая емкость 128 гигабайт. И здесь в табличке указано, сколько можно вместить в данный объем фоток размером 8 мегапикселей. MP3 записи битрейте 128 кбит в секунду. Ну и также видео с разрешением Full HD и битрейтом 9 мегабит в секунду. Ну а теперь настало время распаковки. Как обычно, здесь есть отрывная линия, по которой никогда ничего не отрывается. Но будем пробовать. Видите, здесь написано, необходимо потянуть, чтобы открыть. Попробую сделать вот так. И затем вот так. Видите, уже пошло рваться не туда. Очень фигово, очень фигово и легче просто ее вот так вот оборвать и все. О, здесь еще и характеристики какие-то внутри были. Здесь, наверное, в виде указано, сколько фоток, сколько видео можно записать на различный объем флешки. Но если бы здесь упаковка была сделана так, как надо, чтобы можно было оторвать это по-нормальному, то я бы увидел эту информацию. И вот это карта памяти с адаптером. Адаптер ничем особо не отличается. Такой же по размеру абсолютно. Другим он и не может быть. Видите, здесь отличается только тем, что здесь SP, а здесь Апассер. Ну и, соответственно, вот карта памяти. Точно такого же формата. Здесь на красном фоне написано, что это Апассер 128 ГБ, скорость R85, то есть скорость чтения до 85 МБ в секунду. Будем проверять. Перехожу к тестированию карты памяти и посмотрю, сколько же на самом деле здесь составляет скорость чтения и скорость записи. Открываю программку, которая была и в предыдущем видео по тестированию флешки H2 Test W. Выбираю английский язык и выбираю Select Target. Выбрал USB накопитель. Здесь показало, что на нем 118 850 МБ. Нажимаю на кнопочку Write and Verify. Ну, пока что скорость совсем невысокая. Очень-очень невысокая. 5.39, ну, это очень низкая скорость и я ожидал намного больших результатов. Вы сами все видите, я думаю, дальше продолжать нет смысла. Сейчас попробую сделать по-другому и попробую скопировать файл с фильмом на данную карту памяти. И проводя данную процедуру в программе Total Commander, здесь будет показана скорость записи. Скорость просто ужаснейшая и 128 ГБ при такой скорости у меня будет записываться просто неимоверное количество времени. Скорость абсолютно точно такая же, как у меня была на флешке 16 ГБ FPS, которая была самая дешевая. И точно такая же низкая, как у меня была на карте памяти 64 ГБ, которая у меня сдохла. Короче, посмотрев немножко в интернете, покопался и я увидел, что все-таки нужен классный кардридер, который поддерживает именно заявленные скоростные характеристики. И судя по всему, у меня кардридер не очень хороший. А совсем старенький, китайский и самый дешевый, то соответственно его пропускная способность это до 5 МБ в секунду. Оно так и получается. Поэтому буду искать классный кардридер для того, чтобы использовать свою карту памяти по максимуму. На данный момент это максимальные характеристики, которые я смог получить на своем кардридере. Если вдруг куплю кардридер, то обязательно выпущу видео, в котором сделаю распаковочку этого кардридера. Расскажу о нем и покажу, как же он будет работать с этой картой памяти. В любом случае, о покупке данной карты памяти не жалею, потому что объем большой. На данный момент 128 ГБ это очень классно. Мне хватит под все нужды. Однако с такой скоростью записи, для того, чтобы записать мне 120 ГБ, мне понадобится по меньшей мере 10 часов. И эта скорость, конечно же, меня не устраивает. Соответственно, если бы скорость достигала 80 МБ в секунду, то данное время сократилось бы в 16 раз. И записать 120 ГБ можно было бы быстрее часа, а точнее минут, наверное, за 40. А у меня на сегодня все. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. Всем удачи и пока-пока!